И каждый раз нам говорят, плати больше, мы и так платим очень много, больше, чем все остальные. Я хочу стать мэром, который снизит это для себя и для вас. Мы увидим, что тариф в Москве, он не просто не должен расти, он снижаться может. Огромные деньги и так платятся. Я пришел сюда, потому что, ну вот я живу с вами в одной части Москвы, совсем сосед. У меня есть ощущение, что миграция это проблема. Для вас миграция это проблема? Да! Огромная. Вот видите, интересная штука. Я иду в мэры, потому что я знаю точно, что мигранты в таком количестве сюда приезжают, сотни тысяч и миллионов, не потому что я привожу подставных людей. Давайте я прям у вас спрошу. Сколько получает дворных мигрант, работающих в вашем дворе? Кто знает? Три, восемь, двенадцать, девять. Скажи, кто не подпичь получает, а? Три месяца не получают. Самая большая пятнадцать. Вот видите, какая интересная штука она? Три, девять, самая большая пятнадцать. Но если мы посмотрим официально утвержденный минимальный норматив оплаты московского дворника, то мы узнаем, что не может быть в Москве дворников, которые получали бы меньше тридцать одной тысячи. Удивительно, да? Ведь все настоящие живые дворники, с которыми мы разговаривали, они нам называют другие суммы. Куда идет разница? Вот этих людей сюда тащат, селят дома под снос, в эти пятиэтажки под снос, подвалы, квартиры по тридцать человек, потому что они отстегивают по десять-двадцать тысяч рублей. Они живут на положении рабов. И выгодно их сюда тащить бесконечное количество. Они и будут приезжать сюда всегда, пока это не прекратится. И это просто река наличных денег, сотни миллионов рублей ежемесячно, которые остаются в управляющих компаниях, которые остаются в управах, в префектурах. Но мы-то с вами видим, друзья мои, обратную сторону этой реки. Вот я когда готовился к выступлению в вашем районе, я посмотрел, у вас выросла по району преступность или упала? Как вы считаете, она выросла или упала? Выросла. Думаете, серьезно что это? Вот мы знаем, что половину преступлений в Москве совершают приезжие. Я вам хочу сказать, у вас особо тяжкие преступления, рост 158%, убийство 100%, хулиганство 200%, оборот наркотиков 207% за последние полгода. Официальные данные с сайта ОВД. На практике, наверное, еще больше. Я вот, понимаете, я иду в мэры, потому что два года назад у меня не было ни одного знакомого, у которого бы вырывали сумку. Я просто не знал ни одного человека. Сейчас у меня в моем доме три женщины, у которых эти мигранты вырывали сумку. И я знаю, дворники, мигранты, которые приезжают сюда, я не знаю, дворники или не дворники. Я просто знаю, что Москва находится на первом месте в мире по количеству нелегальных мигрантов. Вам это нравится? И мне это не нравится. Я хочу изменить это сейчас, потому что... Я не хочу увидеть эту преступность. Я хочу изменить это сейчас, потому что я, как и вы, знаю про московские школы, в которых стали появляться классы, где уже больше половины детей не разговаривают на русском языке. Вы же знаете про эти классы? И я знаю, и я хочу эту проблему решать сейчас, потому что через 10 лет моим детям и вашим детям и внукам это уже решить будет невозможно, потому что в Москве будут жить сотни тысяч людей, которые здесь родились и выросли. Они никакого Узбекистана и Таджикистана в глаза не видели. Они никогда не захотят никуда возвращаться, им некуда возвращаться. Они не захотят работать дворниками, потому что что они будут работать дворниками? Они в Москве выросли. Но тем не менее, они не знают русского языка или знают его плохо. Они не могут поступить в институт, они не могут поступить в нормальный техникум, у них нет никаких перспектив. Каким образом они будут зарабатывать? Какой у них будет образ жизни? Мы видели это во Франции 5 лет назад. Я хочу решить эти проблемы сейчас, потому что потом их решить будет невозможно. Я сюда к вам пришел, потому что я очень люблю возиться с цифрами и знаю точно размер бюджета Москвы. Это 1,6 триллиона рублей. Бюджет Москвы уступает только бюджету Нью-Йорка и Шанхая. Мы с вами живем в одном из самых богатых городов мира. Богатейшие города Европы и США, они даже и близко не могут сравниться. Но при этом вопрос к аудитории. Скажите, пожалуйста, если мы на третьем месте по бюджету находимся, Как вы считаете, на каком месте мы находимся по качеству жизни среди крупнейших городов мира? Какие-то у вас не оптимистичные прогнозы? Почему никто не говорит тоже на третьем? Денег-то мы тратим на третье место? А, я здесь. На 75-м? На 37-м? Правильный ответ, вы близко. 154-е место. По качеству жизни среди крупнейших городов мы находимся на 154-м месте. Немножко такая диспропорция, да, по бюджету на третьем, по качеству жизни на 154-м. Ведь у нас с вами есть все для нормальной жизни. У нас есть город, у нас есть большой бюджет, у нас есть инфраструктура, у нас есть очень образованные жители. Все у нас есть вроде бы с вами, кроме самого главного. У нас нет веры в себя. Мы почему-то считаем, что изменить ничего нельзя. Мы, вот эти все вещи, которые я вам рассказал, вы же их сами знаете лучше меня. По крайней мере, точно не хуже. Но мы действительно считаем, что ничего нельзя изменить. Так она жизнеустроена, как-то несправедливо и нехорошо, что мы живем гораздо беднее, чем должны жить. Россия по продаже нефти и газа на первом месте в мире, по уровню жизни на 69-м месте. По бюджету Москва на третьем месте, по качеству жизни на 154-м месте. У нас, возьмите любой строительный объект, вот любую крупную большую стройку, возьмем северо-западную хорду, она стоит 70 миллиардов рублей. Все строители в один голос нам говорят, это в два раза дороже. Про это говорят по телевизору, пишут в газетах, все это признают. Мы знаем с вами, что только на строительстве северо-западной хорды у нас с вами украдут 30 миллиардов рублей. Что нужно для того, чтобы построить поликлиники по всей Москве дополнительные. Но мы как-то пожимаем плечами и говорим, ну а что здесь поделаешь? Убродут, безобразие, мерзавцы. Да сделать-то ничего нельзя. А это моя 76-я история успеваемости. То есть, если я проведу 100 встреч и все-таки не сойду с ума в итоге в конце, я поговорю более-менее лично, так как с вами, с одним процентом избирателей. Это очень много. Покажите мне другого политика, который поговорил с одним процентом избирателей. Для того, чтобы выиграть выборы мэра Москвы, чтобы я просто в первом туре выиграл, мне нужно всего лишь полтора миллиона человек. В городе, где живет 15 миллионов. В Москве совершенно точно есть эти полтора миллиона человек, которые нужны. Которые все знают, все понимают, все знают, все прочитали. Каждый из которых может выйти на эту сцену и сказать все то же самое, что и я говорю. Каждый из которых может прочитать программу и увидеть, что есть решение проблемы. Потому что эти проблемы, это же не уникальные вещи в Москве. Другие города решали. Вопрос. Вопрос про социальную политику в Москве и экономическую политику. Когда мне мэрия Москвы говорит, что в моей программе популизм, и невозможно поднять московскую часть пенсии в два раза, но я говорю, это чушь. Вот у нас в программе сейчас я доотвечу. У нас сейчас сколько московской часть пенсии? Секундочку. Московская часть пенсии примерно 4-4,5. Для того, чтобы поднять, чтобы общий стандарт пенсии был 12 тысяч рублей, верно? Нам нужно 138 миллиардов рублей, для того, чтобы поднять московскую часть пенсии в два раза и сделать минимальный стандарт 16 тысяч рублей. Эти деньги в московском бюджете есть совершенно точно. Послушайте, у нас по официальному признанию мэрии воруют только на госзакупках 150 миллиардов рублей в год. 30 тысяч рублей на каждого москвича. Я вот точно знаю, как сэкономить эти деньги. Наш фонд борьбы с коррупцией уже сейчас отменил коррупционных заказов на 59 миллиардов рублей. А я ведь не чиновник. У меня полномочий никаких нет. Тем не менее, мы этого добились и сделаем. Поэтому, когда... Меня спрашивают про социальное направление московского бюджета. Мы можем платить больше денег пенсионерам. Мы можем поднять выплаты для многодетных. Мы можем, наконец-то, дать земельные участки многодетным, которые положены по закону. Мы можем, наконец-то, прекратить позорную ситуацию, когда инвалиды не могут купить себе лекарства. Мы можем ввести нормальную страховую лекарственную медицину, когда вы получаете лекарства, нужные вам. Это оплачивает страховая компания. И я веду это, когда стану мэром. Что касается судебных дел. Ну, вы знаете, недовольны все эти люди, все эти «Газпромы» и «Роснефть» тем, что я ими занимаюсь. Недовольны тем, что я предъявляю претензию. Поэтому в отношении меня регулярно возникают судебные дела. Регулярно они кричат, значит, что там меня посадят. Вы знаете даже, что уже один раз сажали. Были вынуждены выпустить, потому что народ возмутился. Я знаю одно. Но если я стану мэром, который действительно опирается на москвичей, если я стану мэром, который служит москвичам, и москвичи знают, что этот мэр служит им, со мной ничего сделать не будет, нельзя. Если я буду опираться на людей, никакого судебного дела не будет, никто меня не посадит, и даже наоборот. Мы с вами всех пересажаем сами. Пожалуйста. Сколько у меня банковских карточек? Две. Сколько банковских карточек собрали на счету? Пожалуйста, вы можете зайти на сайт избиркома и посмотреть, там опубликованное, сколько у меня на счету, сколько у жены на счету. Вам отвечаю, у меня 2 миллиона рублей, примерно 1,5 миллиона рублей жены. Но! Нет, это у меня всего денег. И у жены примерно столько всего денег. Смотрите, это важный вопрос. Смотрите, вопрос про имущество очень важен. Вот у меня была предыдущая встреча в текстильщиках. Пришел человек от Единой России. И говорит, вот Навальный, у тебя большой доход, объясни, откуда у тебя большой доход. У меня ответ такой. Ребята, у меня доход какой есть, вы все можете на него посмотреть. Вы все знаете, где я примерно живу. Вы все знаете примерно, наверное, о моей семье что-то. Вроде интересно, поднимите руку те, кто видел фотографию моей жены, например. Спасибо. А кто видел фотографию жены Собянина? А кто только увидел? Два человека. Ну, он показал у меня по-разному. Поэтому про меня все понятно. И из моей декларации все более-менее видно. Вот только вопрос у меня один. А почему Собянин свою декларацию не включил? Квартиру в 380 метров, которую на несовершеннолетнюю дочку оформил. Почему из Собянинской декларации непонятно, каким образом он, заработав за 10 лет последних 20 миллионов рублей, купил две квартиры своим дочерям дополнительные, каждая из которых стоит больше 100 миллионов рублей. Вот эти вещи вы должны сделать. Я хочу стать мэром, про которого будет совершенно точно понятно, откуда у него доходы. Я хочу стать мэром, у которого для него и для членов его команды, им будет положено объяснять, откуда взялись деньги. Вот сейчас тот же самый Сечин, про которого я сказал. Купил акции на 2 миллиарда рублей Рослофта. Ну, купил и купил. Объяснять он ничего не должен. Я веду правила, по которым вам всем должно быть понятно, откуда деньги взялись, как они тратятся. И почему те или иные странные вещи происходят, они происходят. Пожалуйста, вопрос. Могу дать микрофон, если кого-то. Здравствуйте, я районный депутат Максим Мотин. Уважаемые жители, я вас могу проинформировать, что буквально 5 дней назад на улице Южно-Портовая, дом 23, напротив цементного элеватора, с которым мы с вами боролись, открыт новый незаконный освобожденный бетонный завод. Теперь он, 5 дней назад к нему подавили газ, и он уже начал работать. Никаких документов нет. Это предвыборный подарок от господина Собянина всем жителям нашего района, за что ему огромное спасибо. Дравить нас будут долго. Выбросы из курьяновских качественных сооружений. Каждый день происходят выбросы сероводорода. С 2006 года мы боролись, чтобы поставили станцию контроля за воздухом. Нам ее поставили недавно, на прошлой неделе поставили станцию. Единственное, что забыли там поставить датчик сероводорода. Она измеряет все, что делает.